Здравствуйте! Значит, наша сегодняшняя тема достаточно простая, ее просили терапевты, в основном отсутствующие, видимо, здесь в массе. Это тема по метастазированию. Нам надо понимать, когда мы видим опухоль по возможности, как определить, первичная это опухоль или вторичная, рецидив это или это метастаз, или это заново образовавшаяся опухоль, какие опухоли, где надо искать и где и как искать метастазирование каких опухолей. Значит, в первую очередь давайте с вами разберемся, что же, собственно говоря, такое метастазы. То есть представьте себе, вот у нас имеется больной, у которого, допустим, несколько поражений молочной железы. При этом мы с вами знаем, что этого больного оперировали несколько месяцев назад и удалили ему три молочные железы снизу. То есть вот этого не было. И здесь у нас на данный момент имеется вот такая вот опухоль. И плюс вокруг вот этой опухоли у нас имеется здесь еще несколько опухолей. И плюс у нас имеется где-нибудь здесь опухоль. Ну и чтобы он у нас страдал окончательно, где-нибудь у него, допустим, в легких также имеется опухоль. И, соответственно, возникает вопрос, а вот эти вот его опухоли, зависят ли они друг от друга? Имеются ли здесь рецидивы опухолей? Имеются ли здесь метастазы опухолей? Где их искать, как искать и как к этому всему относиться? Первое, что у нас есть, это у нас есть ряд заболеваний, при которых мы сразу можем иметь множественные опухоли. Классический пример – это действительно опухоли молочной железы. У 70% собак и кошек, когда появляются опухоли молочной железы, они множественные. Это, например, мостоцитомы. Это аденомы сальных желез. Вы все хорошо знаете старых пуделей, у которых то, что вы называете попеломами, может быть, 5, 10, 20 штук на животном. Это могут быть мостоцитомы, которых много, это могут быть липомы и так далее. Если мы возьмем те же самые молочные железы, то у собак описано около 36 гистологических типов опухолей молочных желез. На самом деле это 36 нозологических единиц разных. Это мы обычно их называем опухоль молочной железы и не углубляемся в дальнейшую диагностику, потому что это не так важно обычно для прогноза и для лечения. Но на самом деле, если бы мы лечили так, как в медицине, моноклональными антителами или какими-то продвинутыми другими методами целевой терапии таргетной, то это значит, что, возможно, для нас бы имело значение точное определение гистотипа. И когда у нас у больной кошки или собаки 5 опухолей молочной железы, мы должны держать в голове, что это могут быть 5 опухолей разного типа, 5 разных опухолей, может быть 5 абсолютно одинаковых. Одинаковых. Эти опухоли могут зависеть друг от друга, а могут быть совершенно независимыми. Что нам надо понимать? Когда к вам пришло животное, и вы у него видите опухоль на первой стадии, неважно опухоль чего, то есть это может быть опухоль молочной железы на первой стадии, до 3 см у собаки, до 2 см у кошки. Это может быть мягкотканная саркома на первой стадии, это может быть какая-то еще опухоль на первой стадии. Если вы видите несколько опухолей первой стадии, то, как правило, это опухоли, образовавшиеся параллельно друг к другу. Мы не знаем до сих пор, что является пусковым механизмом образования мостоцитом у собак, хотя это одна из самых частых опухолей. Мы не знаем точно, что является механизмом образования, допустим, переходно-клеточного рака мочевого пузыря. Но мы с вами должны понимать, что те факторы, которые вызвали появление опухоли на слизистые мочевого пузыря, они воздействуют на всю слизистую, а не только на тот маленький участок, на котором появилась и стала расти опухоль. Те этиологические факторы, которые воздействовали на кожу и вызвали появление мостоцитомы, они, в общем-то, в какой-то степени действовали более-менее с одинаковой силой на всю кожу. Поэтому появление опухоли в одном месте совершенно не говорит о том, что в другом месте этого же органа может появиться независимо такая точно опухоль. С одной стороны, вам кажется, что наличие двух раков у одного пациента – это несправедливость судьбы и вроде бы откуда у него должно быть две смертельно опасных болезни. Но с другой стороны, представьте себе, что если у нас смертность от рака, если мы возьмем все возрастные группы, в районе 33%, что у людей, что у собак, что у кошек, и излечимость рака примерно 50%, это значит, что вероятность того, что наш с вами пациент в течение жизни получит злокачественную опухоль 66% или 2 трети – 0,6. Если у вас вероятность выпадения орла 1,2, какая у вас вероятность выпадения орла 2 раза подряд? Вы представляете? Теорию вероятности нет? А вероятность независимых друг от друга событий равна перемножению вероятностей. То есть вероятность выпадения двух орлов подряд – 1,4. 1,2 умножить на 1,2. Вероятность появления у вас двух злокачественных опухолей – это 0,6 умножить на 0,6. 36%. Вероятность появления у вас трех злокачественных опухолей – это 0,36 умножить на 0,6. Это в районе 20%. То есть вы поймите, у двух собак из трех на протяжении жизни развивается два вида рака, один вид рака, у одной собаки из четырех два вида рака, у одной собаки из пяти три вида рака. Это просто обычная совершенно статистика. Поэтому, когда вы наталкиваетесь на своем приеме на несколько разных видов злокачественных опухолей, ничего особенного в этом нет. То есть это совершенно нормальное и закономерное течение болезни. Поэтому мы должны понимать, что когда к нам приходит первичный больной с несколькими опухолями, как правило, это независимые друг от друга опухоли. И если к нам приходит больной, допустим, с мостоцитомами, у которого вы на коже видите 2, 4, 5, 10, 20 мостоцитом, это не значит, что у вас какая-то отдельная, особенно злая мостоцитома, которая поразила всю кожу. Нет, это, скорее всего, опухоли Денова, которые появились независимо друг от друга, не ухудшают прогноз, и вы должны рассматривать каждую из них в отдельности, как будто других не существует. И понимать, можете ли вы ее вылечить, как вы ее можете вылечить, это не ухудшает прогноз, это несколько затрудняет лечение. Ну, в общем-то, один из наших пациентов оперировался раз 5 или 6. В общей сложности мы убрали, наверное, килограмм 12 опухолей за эти несколько операций. И, в общем-то, с нормальным, хорошим прогнозом. Половина была липомами, половина была мостоцитомами. Оперировали мы его, поскольку собака напоминала ананас, у нас были проблемы со стягиванием кожи, поэтому мы это растягивали по времени. С другой стороны, мягкотканная саркома. Вот у нас с вами мягкотканная саркома. И вот мы видим возле нее, вот здесь опухоль, здесь опухоль, здесь опухоль, здесь опухоль. И возникает вопрос, вот это у нас материнская опухоль, вот это, что это такое? Это независимая опухоль, это метастаз в кожу от этой опухоли, это сателлит, потому что мы знаем, что мягкотканные саркомы имеют микротяжи клеток, которые протягиваются в разные стороны, почему их требуется удалять с большими захватами. Они имеют из этих микротяжей выросшие колонии рядышком, которые фактически являются той же опухолью сателлитами, но они могут метастазировать в принципе в кожу, и они могут появляться где-то рядом независимо. Для того, чтобы понимать, что происходит, надо по возможности представлять себе, с какой опухолью мы имеем дело и каким типом роста она обладает. Общее правило, оно не дает стопроцентной гарантии определить вам, что это такое, но ориентироваться по нему вы можете. Если опухоли дочерние располагаются в пределах диаметра основной, то есть вот у нас диаметр материнской опухоли большой, мы его откладываем вокруг и проводим вторую окружность. То, что попало в пределы диаметра, скорее всего является сателлитными опухолями. Для мягкотканных сарком, для молочной железы большой опухоли, для большой мостоцитомы, то есть тех опухолей, которые не имеют четких границ и растут инвазивно. Все, что прорастает в пределах нее, является, скорее всего, сателлитами. И это признак плохого прогноза, это признак инвазивного роста. То есть, если вот это у нас опухоль молочной железы, нашего подопытного, и рядом у него вот здесь поражение на коже, с одной стороны мы испытываем соблазн сказать, слушайте, у нас метастазирование в отдаленный орган, у нас пятая стадия рака, больной долго не протянет. Но с другой стороны, поскольку это в пределах диаметра нашего большого поражения, то, скорее всего, это не метастазирование, скорее всего, это инвазия. То есть, это опухоль, которая проросла по продолжению. Не оторвались клетки, так что вот они попали в кровь, поносились с кровотоком и здесь стали жить. Не попали в лимфу, поносились с кровотоком, стали жить. Опухоли старательно втер клетки сюда имплантационно, и они опять-таки там поселились и стали жить. Нет, это, скорее всего, инвазия. Инвазия – это тоже неприятно. Но если говорить о так называемом стейтшифте, да, вот о стадировании и сдвиге стадии, то инвазия – это все-таки немножко лучше, чем метастазирование. Это тоже плохо, но это на одну ступеньку полегче в плане прогнозов и прочего. Ежели опухоли у нас располагаются за пределами этого круга, то это или метастазы, или опухоли Денова, то есть просто опухоли этого органа, образовавшиеся независимо от материнской опухоли. Если мы возьмем опухоли, которые в другом органе, то да, это будут метастазы, разумеется. То есть опухоль молочной железы сама по себе вряд ли образуется где-нибудь в печени или в легких. Ей нужна материнская опухоль, которая отдаст опухолевые клетки, чтобы они туда мигрировали и там жили. Но опухоль молочной железы не так часто мигрирует в другую молочную железу. Просто под воздействием тех же этиологических факторов, которыми являются в данном случае эстрогены, в других молочных железах образуются новые опухоли, не имеющие к этому никакого отношения. То есть мы с вами имеем местный опухолевый рост, ближнюю инвазивность, инвазивность в пределах органа, инвазивность в пределах других органов. Причем признаками инвазивности могут быть как внутриорганная инвазивность, так и внешняя. Внутриорганная – это микроинвазия. Это то, что вы должны читать в заключениях гистологов. Когда, например, вам пишут, что вы удалили опухоль молочной железы, имеется эмболизация опухолевыми клетками лимфатических или кровеносных сосудов молочной железы. Это инвазия. Эта опухоль начала распространяться, и, соответственно, вы можете ожидать того, что хирургическое лечение, только хирургическое лечение этого больного будет неэффективно, потому что клетки начали разноситься. Макрокартины – ничего вот такого вы нигде не увидите. Вы увидите только микрокартину. И в данном случае будет микроинвазия, но все-таки инвазия, потому что молочная железа – это клетки молочной железы. Лимфатический сосуд – это другая система. Кровеносный сосуд – это другая система. И если у нас клетки молочной железы оказываются внутри другой системы, это, собственно говоря, есть инвазия. А если это система транспортная, как лимфатическая и кровеносная, то это еще и начало метастазирования. Это то, что вам должны определять гистологи, и то, что вы должны от них требовать. Вы должны понимать на микроуровне. Другое дело – макроуровень. У нас молочная железа, помимо кровеносных сосудов, граничит с кожей, граничит с фасцией, граничит с подскожной жировой клетчаткой, граничит с мышцами через фасцию. И, соответственно, мы можем увидеть, как опухоль прорастает в кожу – это инвазия, но не метастазирование, как опухоль прорастает в фасцию – это инвазия, но не метастазирование, как опухоль крепится и прорастает в мышце. Но поскольку вряд ли эта опухоль будет аккуратно обходить кровеносные и лимфатические сосуды, то метастазирование, скорее всего, параллельно будет идти точно так же. Следующая ситуация, опять-таки классическая для молочной железы – это когда мы с вами опухоль убрали, а у нас опухоль появилась. Вот если вот здесь у подопытного была проведена операция, у нас здесь был рубец, и вот на этом рубце у нас через три месяца после операции появилось уплотнение – это рецидив. Если у этого больного еще через четыре месяца появилось вот это невидимое уплотнение в легких – это метастаз. Если у этого больного появилась где-нибудь вот здесь еще одна опухоль молочной железы – это опухоль Денова, заново образовавшаяся опухоль, скорее всего, не имевшая отношения ни к метастазированию, ни к инвазии. Безобидная, нормальная, маленькая опухоль, которую мы можем убрать, и, в общем-то, точно так же больного вылечить. Если у нас больной множественными опухолями, вы провели операцию, вы должны понимать, что вы спасли больного, к вам пришла собака с 5-миллиметровой опухолью молочной железы, вы провели лампектомию, убрали вот эту вот маленькую опухоль, вы вылечили больного от рака. История болезни закончилась. Вы дальше его наблюдаете. Но больной, в общем-то, спасен. И когда владельцы приходят к вам через 2 месяца и говорят, вот здесь появилась опухоль, вы должны понимать, нет, ваш больной вылечен. У вас есть в активе вылеченный рак. А эту опухоль вы будете рассматривать как абсолютно отдельную. И тоже можете ее прооперировать, и тоже вылечить еще один рак у этого больного. Вот если у него появится опухоль в легких, то вы скажете, не-не-не, мы, оказывается, прошлый недолечили, вот он метастазирует, да, и у нас там были какие-то ошибки. Если у вас появится на рубце, вы скажете, нет, мы плохо провели операцию, у нас опухоль рецидивирует. Но если опухоль появилась где-то здесь, это не является рецидивом болезни предыдущей. Вот это вы должны понимать, это новая болезнь. Это новая история болезни в данном случае. Что же позволяет опухоли, в конце концов, инвазироваться, и что позволяет опухоли метастазировать? Мутации адгезинов и катгеринов. Адгезины и катгерины – это белки, больной, будем считать, скачался, которые отвечают за связь клеток друг с другом. Если между нормальными клетками разорвать вот эти связи, то клетки погибнут. Они не могут жить без тесной связи друг с другом. Они напоминают мне дошкольников, которых переводят через МКАД. Если они у вас держатся за руки, то они перейдут. Если они разорвут связь, то те, кто оторвался, будут раздавлены и размозжены. И, соответственно, чтобы им научиться переходить, их надо обучать. Прежде чем отправлять их через МКАД, их надо обучать, как жить друг от друга. И тогда у них есть шанс перебежать и выжить. Примерно такой же. Клетка, опухоль диаметром 1 сантиметр – это 1 миллиард клеток. Каждый день выбрасывает в кровоток перебегать через МКАД миллион клеток. Вы примерно себе представляете, что если у вашего больного опухоль молочной железы диаметром 1 сантиметр, ожидаемая продолжительность жизни без лечения – более 2-3 лет. То есть через 2-3 года у него появится десяток-два метастазов, которые его убьют. Каждый день он выбрасывает в кровоток миллион клеток. За 3 года это будет более миллиарда. Вот из миллиарда выживает 10. Это если есть мутации адгезинов и катгеринов. Если мутации нет, не выживает никто. Поэтому, опять-таки, когда вам говорят, доктор, ну вы будете тыкать иголкой в опухоль, это опасно, вы разнесете опухоль, ничего вы не разнесете. Вы выбросите в кровоток незрелые клетки, которые не умеют отращивать лжноножки, которые не готовы к жесткой конкурентной борьбе и которые не умеют заставить окружающих работать на себя. посмотрите, как работают топ-врачи. Вокруг каждого из них бегает толпа несчастных прихвостней, которые эти врачи заставляют лезть угрозами, шантажом, послами, обещаниями карьерного роста или угрозами немедленного увольнения выполнять то, что им требуется. И эти несчастные доверчиво ходят, берут кровь, вытирают лужу, проводят больных наверх, уводят больных вниз, помещают их, в общем, делают 90% всей работы. Успешное метастазирование зависит от лидерских навыков. Помимо того, что у клетки, которая метастазирует и отрывается, должны быть лжноножки, благодаря чему она может пролезть в любую щель совершенно спокойно, туда, куда остальные пролезть не могут и устроиться там. У нее должны быть нормальные сенсоры, которые позволяют ей понять, где здесь наливают, где здесь кормят и где здесь не бьют морду после этого. Но, помимо всего прочего, попав в чужую среду, она должна навербовать себе сторонников, и для того, чтобы начался рост опухоли, вокруг должны появиться фибробласты, вокруг должны появиться лейкоциты, вокруг должны появиться кровеносные сосуды, вокруг должны прорасти нервы, и все эти клетки, которые в норме должны уничтожать опухоль, работают на нее. Успешной является не та клетка, которая живуча, а та клетка, которая организует вокруг себя микросреду, которая ее кормит. Опухоль живет в тесном симбиозе с организмом, и успешной является та опухоль, которая вокруг себя имеет хорошо организованную, работающую на нее микросреду, снабжающую ее кислородом, продуктами питания, факторами роста и всем тем, что ей нужно. И опухоль – это не просто мутация одного типа клеток, а мутация, которая включает в себя коллаборацию с местным отделом организма. Соответственно, поскольку опухоли нужна коллаборация, то каждый из нас хорошо чувствует себя в той среде, в которой ему тепло, уютно и безопасно. Представьте себе, что вы сейчас войдете в бар в Гарлеме и заорете, негры, сволочи, всех ненавижу. Вопрос, хватит ли у вас скорости бега скрыться оттуда. То есть, это среда, которая будет для вас чуждой и не очень удобной. С другой стороны, вы можете попробовать найти в том же Гарлеме ветеринарную клинику, втереться в доверие на врач, что вы ветеринар из России и попробовать одолжить хотя бы долларов на сто на обратный билет. Это реально. Соответственно, метастазирование это процесс поиска удобных для жизни условий. Соответственно, разные типы опухолей метастазируют в разные места и в разных местах можно найти метастазы разных опухолей. Следующая, вторая половина нашей сегодняшней лекции это как раз ответ на вопросы. Какие опухоли где искать? Как искать? И если вы что-то нашли, где искать их общую проматерь? Опухоли кожи. Плоскоклеточный рак кожи. Достаточно частая опухоль у людей в 90 почти процентах случаев индуцируемые ультрафиолетом. У белых собак и кошек как правило индуцированное ультрафиолетом. До 50 процентов злокачественных опухолей у кошек до 20 процентов у собак. Как правило эти опухоли видны невооруженным глазом. Метастазируют редко. Если вы поставили диагноз цитологический или какой-то еще плоскоклеточный рак кожи, вы должны понимать, что после операции весьма вероятно рецидивирование, то есть радикальные операции достаточно сложны, но отдаленное метастазирование только у третьей больных. Отдаленное метастазирование как правило это сначала лимфоузлы регионарные, а потом легкие. Соответственно такие больные должны подвергаться УЗИ регионарных лимфоузлов и тонкоигольной биопсии, не общупыванию лимфоузлов пальцами, а УЗИ. И второе, что вы должны держать в голове, что ваши представления о сторожевых лимфоузлах, подчеркнутые из учебников, не всегда отвечают реальному пути лимфооттока, поэтому желательно при помощи УЗИ осматривать все лимфоузлы региона, если УЗИст видит там изменения, брать тонкоигольную аспирационную биопсию и стандартный рентген грудной полости при плоскоклеточном раке. Метастатическое поражение легких может выглядеть при плоскоклеточном раке как угодно. Это может быть миллиардное поражение, это может быть выпадной плеврит, это могут быть солидные, одиночные или множественные метастазы. По виду не определите. Опухоли карциномом гепатоидных желез предрасположены некастрированные самки и кастрированные самцы. У кастрированных самцов не бывает аденом гепатоидных желез, но могут быть, бывают очень редко, могут быть карциномы. Считается, что эстрогены могут возможно иметь тормозящее действие на аденому гепатоидных желез. Куда метастазируют эти опухоли? Эти опухоли инвазивны, если вы их видели, и как вот здесь у нас показано на картинке, видно, что они прорастают в кожу, что они прорастают в окружающие ткани. Метастазирование идет сзади наперед. Метастазирование идет преимущественно начиная от внутренней метастазовых подвздошных параортальных сублимбарных лимфоузлов в корнеальном направлении. Это может быть метастазирование в простату, это может быть метастазирование в почке, но в общем обычно это метастазирование сзади вперед. Соответственно, наша визуальная диагностика метастазирования это УЗИ брюшной полости, КТ или рентген брюшной полости, УЗИ брюшной полости с фокусом на каудальной части и реже метастазирование, продвинутое уже в легкие соответственно к той или рентген грудной полости соответственно если вы у животного прооперировали у вашего пациента хирурги прооперировали аденокарциному гипотоидных желез то в стандартные постоперационные осмотры которые мы рекомендуем раз три месяца помимо осмотра зоны операции должно входить узи брюшной полости рентген не настолько важен для этих больных а вот регулярные узи им важно потому что вы будете искать метастазы в внутренних лимфоузлах на рентгене конечно вы тоже можете их увидеть вот как здесь но для этого уже лимфоузел должен быть достаточно увеличен чтобы вот так вот смещать вниз кишечник пара анальные синусы аденокарцинома пара анальных синусов в первую очередь может проявляться гиперкальциемия это одна из трех опухолей у собак которые чаще всего вызывают парнеопластическую гиперкальциемию это редкая опухоль но тем не менее в нашей практике она регулярно встречается лечение у нее хирургическое из-за гиперкальциемии у таких больных довольно часто бывает вторичная почечная недостаточность метастазирует точно также в реальном направлении гиперкальциемия у каждого 2 4 больного визуальная диагностика к т или рентген брюшной полости для оценки лимфоузлов узи брюшной полости с фокусом на каудальные части к т или рентген грудной полости пальцево легочной синдром это заболевание кошек характерное для кошек это метастазирование в пальцы первичной опухоли легких то есть когда к нам приходит кошка у которой болят пальцы и у которой мы подозреваем опухоли пальцев например плоскоклеточный рак пальцев или какую-то карциному пальцев такой кошки мы должны сделать рентген легких для поиска там опухоли легких это может быть плоскоклеточная карцинома легких это может быть бронхогенная карцинома это может быть легочная карцинома они все могут метастазировать в пальце визуальная диагностика это рентген пальцев к т или рентген легких к т у нас в четыре раза чувствительные рентгена поэтому при возможности используйте к т то есть конечно вы можете сделать на приеме рентгена если вы там увидели множественные метастазы то вам к ты уже не нужно но если вы ничего не нашли на рентгене то по-хорошему надо отправлять бы пациента на к т у собак ситуация другая у собак у больших черных собак предрасположенность к плоскоклеточному раку пальцев или к меланоме пальцев у них идет метастазирование пальцев легкие у кошек метастазирование легких в пальце гораздо более частая ситуация чем наоборот как вы видите вот у нас первичная опухоль легкого и метастазы в пальце кошки мягкотканные саркомы до 15-20 процентов опухолей кожи у собак около 8 процентов опухолей кожи у кошек метаст если карциномы метастазируют лимфогенно и карциномы мы вначале ищем в лимфатических узлах а потом уже отдаленное метастазирование то саркомы как правило метастазирует гематогенно как правило они минуют лимфатические узлы и при любых саркомах мягких тканей метастазирование в лимфоузлы редкое метастазе метастазы надо искать сразу отдаленные частота метастазирования очень сильно зависит от степени злокачественности если у нас же один первая степень злокачественности то метастазирует только 7 процентов мягкотканных сарком 2 13 3 около 40 процентов соответственно когда вам попадается какая-нибудь мягкотканная саркома в алгоритм ее первичные диагностики и лечения если эту опухоль мало-мальски сложно убирать или у вас немолодой больной входит как правило панч биопсия потому что цитологически вы не можете выявить степень злокачественности опухоли а прогноз и метод лечения целиком зависит от степени злокачественности и объем хирургического вмешательства точно также и риски метастазирования точно также если у вас мягкотканная саркома третьей степени злокачественности и вы ее не очень хорошо прооперировали то через год у каждого второго больного вы получите метастазы и у 87 процентов больных вы получите рецидивы если у вас мягкотканная саркома первой степени злокачественности и наши доблестные хирурги прооперировали ее оставив кусок опухоли в организме ничего страшного не происходит вероятность рецидивирования низкозлокачественные мягкотканные саркомы 11 процентов в течение года у одного больного из десяти поэтому при мягкотканных саркомах низкозлокачественных мы можем делать локальные операции это оправданное не делать никаких калечащих не ампутации не сложных пластик не еще чего-то понимая что только у одного больного из десяти нам придется переделывать работу и это вполне разумно но если мы берем высоко злокачественные мягкотканные саркомы то поиск метастазов перед операцией тщательно и планирование целиком и полностью определяют прогноз при этом разные типы мягкотканных сарком метастазирует с разной частотой пост инъекционные саркомы кошек фибросаркомы синавиальные саркомы гемангиосаркомы липосаркомы вирусные саркомы кошек это те опухоли которые из мягкотканных сарком метастазирует чаще чем остальные есть еще гемангиоперцитомы шваномы лемиосаркомы рабдомиосаркомы хондросаркомы мягкотканные сарком это большая группа их примерно там 17 видов вот 5 вот этих метастазирует чаще других метастазирование чаще всего легочное поэтому при мягкотканной саркоме если мы проводим поиск метастазов нам нужны все наши три проекции рентгена легких возможно паранхематозное метастазирование в печень почки и так далее реже но возможно круглоклеточные саркомы круглоклеточные саркомы это гемопоэтические опухоли к ним у нас относятся гистецтарные саркомы лимфомы множественная миелома мостоцитома гистецтарная саркома предрасположены в первую очередь зененхунды сталкиваясь зененхундом вы должны понимать что каждая пятая опухоль у собак этой породы это будет гистецтарная саркома что каждая гистецтарная саркома является приговором эти собаки долго не живут 3-4 месяца без лечения 5-6 с лечением предрасположены зененхунды ротвейлеры ретриверы в течение пяти месяцев с момента появления происходит достаточно бурное метастазирование места поражения кожа селезенка легкие другие органы вы не сможете визуале визуально отличить есть от старную саркому этих органов нет мостоцитом нет лимфом нет множественных миелом что еще важно на световом уровне синавиальную саркому который относится к мягкотканным невозможно гистологически отличить от околосуставной гистецтарной саркомы примерно 50 процентов того что наши гистологи пишут синавиальные саркомы на самом деле является гистецтарными сарком и дифференциальная диагностика возможно только иммуногистохимически разница очень сильно влияет на прогноз если у вас больной с синавиальной саркома его надо лечить доксорубицином и продолжительность жизни 1300 дней а если это гистецтарная саркома то лечить надо ламустином и продолжительность жизни 180 дней системный гистецтоз не используйте термин злокачественный гистецтоз злокачественный гистецтоз или англоязычный термин гистецтоз малигнансе это всего-навсего синоним синавиальной саркомы проблема в том что у собак есть кожный гистецтоз есть системный гистецтоз это доброкачественные поражения которые являются пролиферации гистецтоз в разных тканях в глазах кожи слизистой лимфоузлах лизенки это не опухолевое заболевание визуальная диагностика эти разрастания в виде гранулем или сплошной инфильтрации они могут быть видны и на узи и на кт и на рентгене видите здесь нас поражение легких вот у нас глаза все проросшие но это не опухоль это инфильтративное заболевание лечащиеся иммуносупрессией люди привыкшие к термину злокачественный гистецтоз путают и считают что системный гистецтоз это рак гистецтоз кожи это рак и хоронят своих пациентов раньше времени и владельцы пугаются и люди пугаются термин считается устаревшим мостоцитома тучно-клеточная саркома самая частая злокачественная опухоль кожи у собак до 20 процентов кожных опухолей у собак метастазирует в зависимости от злокачественности если мы возьмем кожную мостоцитому и современную классификацию мэтью кьюпеля то все кожные мостоцитомы делятся на две группы первая группа это 90 процентов мостоцитом кожи у собак это низкозлокачественные фактически доброкачественные опухоли при которых ожидаемая продолжительность жизни более двух лет при условии отсутствия лечения вторая группа это около 10 процентов мостоцитом кожи это высоко злокачественные мостоцитомы ожидаемая продолжительность жизни около четырех месяцев характерно для этих опухолей язвенное поражение жкт у 70 процентов больных мостоцитомами собак на вскрытиях обнаруживается язвенное поражение жкт не диагностированная прижизненно это имеет отношение и к доброкачественным мостоцитомом потому что гранулы содержащие гепарин и гистамин в доброкачественных мостоцитомах их не меньше а то и больше чем злокачественных и травмирование доброкачественные мостоцитомы приводит к выбросу гепарин и гистамина протеолитических ферментов поэтому эти опухоли даже доброкачественные не являются просто косметическим дефектом и их надо убирать другое дело что их можно убирать с небольшой границей мостоцитомы характеризуются тем что метастазирует сначала в региональные лимфоузлы а после этого висцеральные органы излюбленное место метастазирования мостоцитом это печени селезенка поэтому если у вас высоко злокачественная мостоцитома то для поиска метастазирования для определения стадии болезни вы должны делать узи брюшной полости рентген грудной полости не нужен если в брюшной полости нет метастазов при мостоцитоме то легкие будут чистыми не бывает метастазирование мостоцитомы сначала в легкие а потом в живот если в животе вы нашли метастазы тогда рентген легких нужен если не нашли в животе то не нужен вы можете сэкономить 3000 который владелец потом сможет использовать например на индивидуальную кремацию этого больного у кошек в 30 процентах случаев заболевание начинается с первичного висцерального мостоцитоза поэтому у кошки это вторая по частоте опухоль кожи если у кошки вы видите на коже мостоцитому то вы обязаны такой кошки независимо от степени злокачественности этой мостоцитомы сделать узи на узи картина будет такой же как при лимфоме и если вы увидите поражение внутренних органов вы должны оттуда брать тонкоигольная аспирационная биопсию язвенное поражение жкт при мостоцитоме достаточно неприятная вещь лимфома алиментарная лимфома кошек у кошек лимфома самая частая опухоль у собак 2 по частоте если у нас введут массовую кастрацию собак сук то скорее всего лимфома тогда станет первой по частоте опухолью зоны поражения это могут быть лимфоидная ткань наружные внутренние лимфоузлы селезенка и костный мозг кожа печень почки нервная система легкие глаза и так далее лимфома стадируется первая стадия лимфомы это поражение 1 лимфоузла вторая стадия 2 лимфоузлов третья стадия лимфоузлы по разные стороны диафрагмы четвертая стадия поражение печени или селезенки 5 стадия лимфомы это поражение красного костного мозга или нелимфоидных органов то есть если у вас кошка с лимфом и жкт вы должны понимать Это сразу пятая стадия лимфомы. Кошка с лимфомой глаз – пятая стадия. Кошка с эпителиотропной лимфомой – пятая стадия лимфомы. Это все поражения нелимфоидных органов. Чем хуже стадия, тем хуже прогноз. Лимфома может иметь характерные поражения, как на этом УЗИ, побитые молью дырки, но точно так же она может иметь и нетипичную картину совершенно. Поэтому это заболевание требует комплексной визуализации. С одной стороны, это достаточно большая финансовая нагрузка на владельцев. Если мы с вами возьмем расходы на диагностику лимфомы и ее лечение в Европе, то полечить по Висконсин протоколу лабрадора в Италии стоит от 1,5 до 2 тысяч евро. Диагностика лимфомы в этой же клинике обходится владельцам примерно 3,5 тысячи евро. В белом клыке лечение лимфомы у лабрадора обходится примерно в 1,5-2 тысячи евро, а диагностика в 500. Вывод. Мы недодиагностируем наших животных как следует и как нужно. С одной стороны, мы понимаем, что нам требуется полная визуализация. Если мы предполагаем лимфому, то нам необходимо КТ или рентген грудной полости. Нам всегда необходимо УЗИ или МРТ или КТ брюшной полости, а еще лучше совместные. Нам всегда необходимо, если мы уже поставили диагноз взятие красного костного мозга, нам всегда необходима гистология пораженных органов, нам теперь всегда необходимо ПЦР-типирование и иммуногистохимия. И это позволяет нам лучше лечить больных. Но, с другой стороны, это может облегчить вам жизнь. Если вы понимаете, что к вам пришел больной с гидротораксом, с выпадом в груди, с увеличением каких-то там медиастенальных лимфоузлов, и у него паникующие владельцы, потому что УЗИ сказал, ну вы же знаете наших УЗИстов-то, что мы не будем без наркоза туда тыкать, и вообще мы не будем туда тыкать. Это безответственно. И похороните там вашего пациента где-нибудь или там спасите его другим способом. Мы всегда с вами можем вспомнить, что если это кошка, и это лимфома, мультицентрическое проявление лимфомы бывает очень часто. И нам совершенно не обязательно, по крайней мере на первой стадии, брать цитологию отовсюду, откуда угодно. Очень может быть, что у этого больного, у которого брать цитологию из груди тяжело, или плохо доступная опухоль, или плохо видна, или с воздухом ее не видно, может быть какая-нибудь нефромегалия, или спленомегалия, или утолщение стенки ЖКТ, или увеличение мезонтериальных лимфоузлов, откуда вы возьмете цитологию гораздо безопаснее, быстрее, проще, без анестезии, и точно так же подтвердите диагноз. Поэтому полная визуализация больных лимфомы целесообразна, что произошло. Меланома. Меланома одна из неприятных опухолей. Опасны у собак меланомы подкогтевые. То же самое, если у людей негроидная раса не страдает меланомами, и защищена от них генетически, то у собак черные большие породы собак предрасположены к меланоме. Об этом надо помнить. И когда мы у таких животных видим поражения подкогтевые опухолевые поражения, это может быть панорицей, это может быть плоскоклеточный рак, и это может быть меланома подкогтевого пространства. Меланома при этом из этих трех состояний самая неприятная. Меланомы опасны подкогтевые и слизистые. Не опасны меланомы радужки у кошек. Даже если мы видим у кошки большое черное пятно, делаем узи радужки, понимаем, что это не пигментное пятно, а это объемный кружок, который там проходит через шарик, через радужку. Вероятность меланомы велика. Мы, в общем-то, совершенно спокойно говорим кошке. Не надо ничего делать, наблюдайте, ухудшится состояние, начнем лечить. От момента постановки диагноза до момента метастазирования у кошек с меланомами радужки проходит около пяти лет. То есть это не экстренная ситуация, ничего страшного там не происходит. Вот когда там появятся глаукомы, увииты и прочее, глаз можно будет убрать. Меланома радужки у собак гораздо более опасное заболевание. Меланома радужки у собак будет вести себя агрессивно, будет прорастать, будет вызывать глаукому и увиит раньше. И у такой собаки необходимо по возможности получить тонкоигольное аспирационное подтверждение процесса и глазик удалить как можно раньше. Метастазирует до 90% меланом, при условии, что это подкогтевые и меланомы на слизистых. Примерно 33% меланом – это беспигментная форма. То есть если вот здесь мы еще какие-то следы пигмента видим на этой опухоли, то их может совсем не быть. То есть она может быть розовенькой или беленькой, и меланина в ней может не быть. И в таких случаях для подтверждения диагноза может потребоваться иммуногистохимия. Смерть, как вы видите, наступает от достаточно выраженного метастазирования. Когда наш Ротвейлер погибал от меланомы, у нас случилось апноэ на какой-то очередной операции, и Елена Викторовна Скаченко пробовала делать массаж сердца. Экскурс грудной полости у Ротвейлера был примерно 2 см. Дальше она не сдавливалась, потому что дальше там были опухоли, которые на снимке просто не давали ребрам сжиматься. Увеличение лимфоузлов. Меланомы в первую очередь метастазируют в регионарные лимфоузлы, дальше, как правило, в легкие. Исследования показывают, что 50% увеличенных лимфоузлов, заглоточных, окологлоточных, подчелюстных, при меланоме рта не имеют в себе никаких метастазов. 50% неувеличенных лимфоузлов имеют метастазы. Поэтому при определении стадии меланомы необходима биопсия всех регионарных лимфоузлов. Тонкоигольная биопсия. Будильник. Основное метастазирование в легкие. При меланомах метастазирование происходит в сторожевой лимфоузел, но сторожевым лимфоузлом может оказаться не тот лимфоузел, от которого вы это ожидаете. Поэтому у нас в клинике возможно проведение лимфокартирования и перед планированием операции, потому что если у нас еще не произошло метастазирование в лимфоузлы или в легкие, то хирургия ротовой полости, хирургия челюсти продлит жизнь животного и улучшит качество. Перед проведением этой операции целесообразно проводить лимфокартирование. Вы должны знать, что для этой процедуры у нас есть все необходимое, кроме компьютерного томографа, правда, но мы можем на него отправлять. Суть процедуры заключается в том, что у нас есть жировой контраст, который мы вводим в 4 квадранта в клетчатку вокруг опухоли. Этот контраст накапливается в лимфатической системе и в первую очередь в сторожевом лимфоузле. И через 48 часов после этой процедуры мы делаем КТ, и те лимфоузлы, которые прокрашены контрастом, являются для этой опухоли сторожевыми лимфоузлами. Из них должна браться биопсия, или они должны убираться одновременно с опухолью. Ампула контраста стоит 250 евро. Но мы ее можем использовать на пару-тройку животных. Опухоли костей. Остеосаркома. Болеют крупные и гигантские породы собак. Очень редко болеют кошки. В основном места поражений – это близко к колену, далеко от локтя. Проксимальный эпифис плеча – дистальный эпифис луча. Проксимальный эпифис голени – дистальный эпифис бедра. Четыре излюбленных места остеосаркомы. Пик заболеваемости – два года и восемь лет. Опухоль характерная для молодых собак. Так же, как и для собак второй половины жизни. На момент диагностики 90% животных уже имеют метастатическую болезнь. Но только у 10% животных мы с вами сможем выявить макрометастазы. Опухоли в 93% метастазируют в легкие и в 7% в другие кости. Соответственно, стандартный поиск метастазов, доступный в нашей клинике – это рентген легких и рентген скелета. Если вы обнаружили макрометастазы, будь то в другие кости или в легкие, лечение такого больного нецелесообразно. По крайней мере, лечение онкологическое. Единственное, что вы можете при этом делать, это пытаться палеотивно облегчить качество его жизни. Бисфосфонатами, НПВСами, облучением, морфием, чем-нибудь еще что, что вы сможете найти. Или в конце концов его можно усыпить. Заболевание плоских костей проходит доброкачественнее, но оно бывает реже. Хондросаркома. Хондросаркома – это опухоль, которая метастазирует медленно, метастазирует долго, но, тем не менее, больные хондросаркомы умирают от метастазов. Вот эта собака прооперирована нами в марте 2015 года. У нее была хондросаркома верхней челюсти. Как видите, у нее удален вот этот фрагмент верхней челюсти. Это примерно 5-10% первичных опухолей кости у собак. Метастазирование нос, поражение нос, ребра, плоские кости. Метастазирование не специфично. Оно может происходить в разные места. Поэтому нам необходимо полное стадирование такого больного перед операцией. А поскольку опухоль низкозлокачественная, то химиотерапия и облучение малоэффективны в плане продления жизни. То есть, в основном это все-таки та или иная радикальная хирургия. Но поскольку опухоль низкозлокачественная, то вот эти вот собаки с удаленными ребрами, с удаленными нижними или верхними челюстями в норме живут несколько лет после операции. Гемангиосаркома кости. Гемангиосаркома кости – это редкая опухоль. Тем не менее, она относится к 4-м самым частым первичным опухолям кости у собак. Это человеческая кость. У нас в клинике мы, не помню, когда последний раз диагностировали гемангиосарком у кости. Поэтому мне пришлось искать человеческие снимки. Поражение на рентгене выглядит так же, как и кисты костей. То есть, вы видите, с четкими границами участки пониженной плотности кости. Опухоль агрессивная. Как и при всех гемангиосаркомах, ожидаемая продолжительность жизни при условии лечения в районе 6 месяцев, 10% больных переживает год. Метастазирование гемангиосаркома – это печень, селезенка, кожа, легкие, правое предсердие и голова. Если мы возьмем мозг головной, то 90-98% опухолей головного мозга – это первичные опухоли. Около 2% опухолей мозга – это метастазы. И самый частый из всех метастазов – это гемангиосаркомы из того или иного места. Поэтому поиск метастазов гемангиосаркомы представляет собой комплексную задачу. То есть вам необходимо эхо сердца, вам необходимо УЗИ живота, вам необходим рентген, вам необходим неврологический осмотр больного. Опухоли ЖКТ Опухоли желудка У собак 40-70% опухоли желудка – это аденокарцинома. Аденокарцинома обладает инфильтративным эксцентричным ростом. Могут встречаться саркомы желудка – леомиосаркома, фибросаркома. Может встречаться лимфома у кошек, б-клеточная лимфома достаточно часто. Могут встречаться гастроинтестинальные и стромальные опухоли из клеток Кахаля. Опухоли скорее нейроэндокринной природы, но они достаточно редкие. Метастазирование идет в регионарные лимфоузлы, в легкие, в печень, в селезенку. Если мы говорим о аденокарциноме желудка, это высокоинвазивная опухоль. Она начинает свой рост со слизистой. И если у нас вот здесь просвет желудка, то у нас рост опухоли начинается в виде кратера с язвой посередине. Сначала поражает слизистый слой, потом подслизистый, а потом опухоль уже прорастает, инфильтрирует окружающие ткани и образует конгломерат из того, что там рядом. На рентгене при продвинутых опухолях мы видим так называемый масс-эффект краниального обдомена. То есть мы видим большое белое пятно в передней части брюшной полости. И сказать по рентгенограмме, это опухоль печени, желудка, поджелудочной железы или чего-то еще невозможно. И УЗИ нам не всегда может точно определить, к сожалению, органную принадлежность опухоли из-за инвазивного роста, из-за того, что это действительно конгломерат на поздних стадиях. Но, тем не менее, мы можем на рентгене оценивать метастазы и поражения в других органах. Мы можем увидеть растяжение желудка и смещение его оси. Можем увидеть каудальное смещение пилоруса. Если у нас была бы С-дуга или когда она у нас наконец будет, мы сможем смотреть перистальтику в реальном времени. И это сильно помогает диагностировать опухоли желудка. На УЗИ мы видим утолщение и потерю слоистости. Опухоли ЖКТ – это одни из тех опухолей, где наши УЗИсты могут давать вероятностный диагноз опухоли гораздо точнее, чем при других опухолях. Карциномы и полипы поражают в основном слизистый слой. Карциномы растут со слизистого слоя наружно. Гастроинтестинальные стромальные опухоли и леомиосаркомы растут внутри. При этом у нас обычно не пораженная слизистая и не пораженная сироза. Лимфома поражает все слои, и слоистость вы не видите. То есть УЗИст может вам с достаточно высокой точностью предсказать, с чем вы имеете дело. Эндоскопия позволяет хорошо диагностировать опухоли карциному желудка. Но необходимо взятие многих проб, потому что здесь есть зона воспаления. И если хирург нащипает участков воспаления, то вы получите язву, а не карциному. Эндоскопия плохо диагностирует и плохо видит леомиосаркомы, потому что слизистая над ними не поражена. И только когда у нас уже имеется непроходимость или опухоль больших размеров, ее можно увидеть. И эндоскопия не всегда может эффективно увидеть лимфому, хотя на продвинутых стадиях, когда действительно поражены все слои, то, в общем-то, диагностика лимфомы тоже бывает достаточно эффективна. Наиболее частое метастазирование – это лимфоузлы и печень. Опухоли тонкого кишечника. Достаточно редкие опухоли. Но, тем не менее, у собак это аденокарциномы. Стромальные типы опухоли у собак и кошек одни и те же. Аденокарциномы, стромальные опухоли, леомиосаркомы, лимфома, леомиома. Только у кошек чаще карциномы тонкого кишечника, у собак чаще карциномы толстого кишечника. У кошек лимфома тонкого кишечника – это чаще узловое заболевание, когда мы с вами имеем кишку и на ней имеем локальное утолщение. У собак это чаще диффузное поражение, то есть поражена вся стенка кишки и на длительном протяжении. Если мы с вами вспомним собачку с ВДНХ, которая у нас лечилась резиншнауцер, там толщина стенок была 6-7 см всего тонкого кишечника. То есть у него вот такая большая толстая труба была уложена внутри живота в несколько слоев. И мы с этим даже, наверное, месяца два поборолись. Хотя, в общем-то, видимо, не следовало этого делать. При лимфоме тощие и подвздошные кишки одновременно необходимо отслеживать обязательно мезонтериальные лимфоузлы и почки у кошек. Это достаточно характерное совместное поражение. Дифференциальный диагноз – мостоцитома. Особенно если у нас при этом же поражены печень и селезенка. Аденоматозный полип 12-перстной кишки – это заболевание, характерное для ориентальных кошек. В какой-то степени считается предраковым заболеванием, редко бывает у других животных. Аденокарцинома – тощие подвздошные кишки и клапана. Это породное заболевание сиамских кошек, метастазирование которого происходит карциноматозом брюшной полости и карциноматозным асцитом. Редкое заболевание, но, тем не менее, бывает. На рентгенограмме мы можем увидеть частичную или полную непроходимость. Если наш рентген положить на бок целиком, то это позволяет делать снимки с боковым ходом лучей. Если разрешат наши визуальные диагностики. Мы можем увидеть, или узисты могут нам сказать, что у нас есть ненормальное время транзита. То есть у нас кошка ела вчера, или собака, а у нее до сих пор в желудке имеются кормовые массы. Мы можем увидеть утолщение стенки кишечника или уменьшение просвета, но на рентгене это уже увидеть достаточно сложно. Изъязвление стенки на рентгене увидеть сложно. Но мы можем при прободной язве увидеть свободный газ в брюшной полости. На УЗИ мы можем увидеть масс-эффект, можем увидеть утолщение стенки, потерю слоистости, снижение их агенности, снижение перистальтики. Эзинофильные массы брюшной полости у собак, являющиеся аллергическими массами, могут маскироваться под опухоли. Но я не помню, чтобы мы такое диагностировали. Поражение региональных лимфоузлов при опухолях тонкого кишечника. Ободочная и прямая кишка. До 30-60% опухолей ЖКТ у собак, 10-15% у кошек. То есть, как вы видите, у собак толстый кишечник поражается опухолевой чаще, чем тонкий. Карцинома. Чаще в просвете. Могут быть кольцевидные поражения по всей толщине, по всему диаметру кишки. Могут быть множественные поражения. Метастазирование идет в региональные лимфоузлы. Метастазирование идет в легкие. И точно так же карциномы толстого кишечника прорастают в окружающие органы на поздних стадиях своего развития. Мезанхемальные опухоли растут между слоев и обычно диагностируются или являются случайной находкой, или диагностируются тогда, когда они уже вызвали непроходимость на поздних стадиях. Редко бывают язвы, редко бывают кровотечения. Полипы. Полипы поражают только слизистой, будьте здоровы. И полипы являются у нас предраковым состоянием толстого кишечника, как и у людей, так и у животных. Визуализация. На рентгене мы можем увидеть локальный перитонит увеличения подвздошных лимфоузлов. На рентгене мы можем поискать метастазы в легких и найти их. УЗИ. Когда речь идет о пухолях прямой кишки, мы можем использовать параректальные УЗИ, вводя датчиком вокруг анального отверстия с задумчивым видом. Мы можем использовать трансректальные УЗИ, если нам наконец купят датчики. Мы можем использовать МРТ тазовой полости. При этом при аденокарциномах мы будем видеть утолщение стенки, частичную потерю слоистости и рост в начале и в просвете на ранних стадиях, как и при полипах. На тех же самых леомиосаркомах мы будем видеть внутреннее поражение. При лимфомах мы будем видеть лимфоаденопатию, скорее всего, и полную потерю слоистости. Опухоли печени. На самом деле на картинке вот это вот, это всего-навсего липома сальника, жировик. Большого размера, воспаленная липома, но как ни странно липома. Опухоли печени. Печень – излюбленное место для метастазирования. 45% всех опухолей печени – это метастазы откуда-то в печень. То есть, когда вы видите опухоль в печени, вы должны понимать, что с вероятностью почти 1-2 надо искать родительскую опухоль, прежде чем выяснять, действительно это так первично или нет. Если брать все остальные опухоли, то каждый четвертый метастаз – это опять-таки метастаз в печень. Поэтому печень – это место, которое мы должны в поисках метастазов по возможности просматривать практически всегда. Вероятность того, что мы там что-то найдем при наличии злой размножающейся опухоли, достаточно высока. 66% всех вот этих опухолей печени – это гемопоэтические опухоли. Лимфомы, мостоцитомы, гистеоцитарные саркомы. Как первичные, так и метастатические. 17% – это раки и другие карциномы. То есть, это у нас гепатобилиарный рак или гепатоцеллюлярный рак. У кошек первичные опухоли печени – это характерное поражение. И 75%, как и следовало ожидать, у кошек – это лимфомы печени. Типы поражения. Мы можем увидеть массивное поражение одной доли. При этом оно может быть однородным, неоднородным. Массивное, ну не обязательно совсем массивное, но, по крайней мере, четко выраженное, солидное поражение одной доли. Мы можем увидеть узловые, мультифокальные поражения одной или многих долей. Когда у нас 10 опухолей в одной доле, или разнообразные опухолевые и солидные поражения в разных долях. Наконец, мы можем увидеть диффузные, мультифокальные или сливные поражения всех долей печени, так что там не видно вообще живой нормальной паранхимы печени и не видно чётких границ опухоли. Мы можем увидеть надулярную гиперплазию печени. Очень странно, но считается, что это заболевание не требует никакого лечения. 15-60% старых собак имеют у нас нодулы в печени, одиночные или множественные поражения до 5 см диаметром. По логике они должны вызывать боль из-за натяжения капсулы печени, но поиски боли, применение обезболивающих, удаление этих нодул не влияет особенно на качество жизни этих животных. То есть, видимо, они действительно не страдают от нодулярного поражения. УЗИсты в своих многочисленных работах упорно пытаются продемонстрировать, что они умеют дифференцировать нодулярную гиперплазию от опухолевого поражения печени, а также отличить гепатоцеллюлярный рак от гепатобилярного и прочего. Онкологи в своих работах показывают, что УЗИсты всё-таки заблуждаются. И исследования постмортом показывают, что, к сожалению, у животных УЗИ и КТ пока не являются точными предсказательными инструментами в том, чтобы определить, что именно с печенью происходит. Вы можете сказать, что там есть пролиферативный процесс, доброкачественный, злокачественный или какой, вы определить точно не можете. Поэтому всегда необходимо тонкоигольное или толстоигольное трукат биопсия печени для постановки диагноза. Вы всегда должны понимать, что у вашего больного, особенно если это собака, всегда есть шанс того, что вот это большое, страшное, ужасное поражение окажется безобидной нодулярной гиперплазией. Гепатоцеллюлярные опухоли. Гепатоцеллюлярная карцинома 48% опухолей у собак метастазирует. Если эти опухоли одиночные, то метастазируют они примерно у 40% больных. Если у нас множественная гепатоцеллюлярная карцинома, метастазы есть всегда. На ранних стадиях эта опухоль хорошо лечится хирургически, если она краевая. И больные, которых мы лечили в нашей клинике, жили по несколько лет. Но если стадия поздняя и у вас поражение множественное, то такому больному вы уже ничем не поможете. Что еще из гепатоцеллюлярных опухолей может быть? Гепатома, гепатобластома. Гепатома, аденома печени – это достаточно редкое заболевание, тем не менее оно у нас в практике встречается. Гепатобластома тоже встречается, но реже, но при гепатобластомах плохой прогноз. Опухоли желчевыводящих путей. Самая частая – это карцинома гепатобилярная. Самая частая опухоль у кошек, печени вторая по частоте у собак из раков печени. Бывают внутри печеночные, когда поражаются желчные ходы внутри печени, и внепеченочные, когда поражается желчный пузырь. Метастазирует 70-90% таких опухолей. Бывает доброкачественная аденома желчных путей. По-моему, я ее не видел в практике. Карциноид, нейроэндокринная опухоль печени, достаточно редка, но если она попадается, они могут быть как злокачественными, так и доброкачественными. И их протекание непредсказуемо. Если их можно убрать, их можно убрать. Если за ними можно наблюдать, можно наблюдать. Лечить, кроме как хирургически, особенно нечем. Мизонхимальные опухоли, то есть поражение соединительной ткани печени, они редки. Ну, просто по логике. Ну, представь себе, у вас 90% веса печени – это гепатоциты. Значит, гепатоцеллюлярные опухоли будут встречаться чаще, чем все остальные. Кровеносных сосудов там много, но, соответственно, гемангиосаркома тоже будет встречаться довольно часто. Фиброзные ткани поменьше, скелет печени занимает мало места, но он существует. Значит, фибросаркома может быть. Если там есть у нас сосуды, в которых есть мышечная стенка, значит, может быть лемиосаркома. В общем и целом, вы всегда должны себе представлять, что если какая-то клетка в органе есть, то, соответственно, из этой клетки может появиться опухоль. Чем таких клеток в органе относительно больше других, тем более вероятна эта опухоль для этого органа. Визуализация опухолей печени. КТ, рентген. На рентгене мы видим, опять-таки, тот же самый масс-эффект краниального обдомина, гепатомигалия. На УЗИ мы можем определить тип поражений. Нодулярный, диффузный, одиночный. А оценить наличие асцита, оценить метастазирование или прорастание в окружающей структуре. Определение типа опухоли. У собак менее 40% точность по УЗИ. У кошек более 60%. Но надулярное поражение не специфично. Его все-таки не получается отличить от доброкачественных или злокачественных поражений. Можно повысить точность, когда, наконец, мы заимеем контраст и будем исследовать печень контрастно. С УЗИ. Надеюсь, будем. Опухоль надпочечников. КТ с контрастом. Опухоль надпочечников у нас могут быть найдены, потому что у нас у больного есть симптомы гормонально активной опухоли надпочечника. У нас какой-нибудь кушенгоид. Опухоль надпочечника могут быть случайной находкой, инциденталемы при каком-то плановом УЗИ брюшной полости. Если мы сочли необходимым после консультации с нашими эндокринологами и прочими докторами оперировать, то КТ с контрастом – это метод выбора, визуализации перед планированием операции. Если у нас на КТ опухоль можно убрать, то значит, она резектабельна. Если по КТ опухоль надпочечника нельзя убрать, то в 50 случаях ее можно убрать. Она все равно резектабельна. Этот метод хорош для больших животных, там, где УЗИ будет менее достоверно. Все, что я им сегодня хотел рассказать о визуализации опухолей. Есть ли у вас вопросы? Нет вопросов. Все? Все. А что я имею в виду по поводу лимфом у собак, если их начнут массово стерилизовать? Что она выйдет на первое место. У нас снизится, когда сейчас самая частая опухоль у собаки – это опухоль молочной железы. Если их начать массово стерилизовать, опухоли молочной железы исчезнут, а лимфомы в количестве как были, так и останутся. Они выйдут на первое место. А по поводу аденома гипотоидных желез? Вроде раньше считалось, что кастрация еще… Кастрация профилактирует и лечит опухоль аденому гипотоидных желез, но является предрасполагающим фактором коденокарцинома гипотоидных желез. Но поскольку карцинома – это все-таки 1% от опухоли гипотоидных желез, то есть достаточно редкая, поэтому отказываться из-за этого кастрировать я бы не стал. Но у нас в год, наверное, с десяток, может, 5 карцином попадается на 3 филиала. Все? Все? Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok